Эти мои слова будут обращены гражданам Беларуси. Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня. Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировка жилых кварталов, гражданская инфраструктура. Нет ни одного, ни одного на сегодня объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех, они воюют против всего живого, против детских садиков, против жилых домов и даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, которых нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры. Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, многие другие города Украины выживают в таких условиях, которые последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны. Но войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне. Увы, с вашей территории войска Российской Федерации по Украине запускают ракеты. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия. И, кстати, не только нами, но и нашими отцами, нашими дедами. И все это тоже де-факто референдум для вас, белорусы. Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям. Как вы будете смотреть в глаза друг другу. Своим соседям. А мы ваши соседи. Мы ваши соседи. Мы украинцы. Будьте Белоруссией. А не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас. Именно сегодня. Сейчас много новостей о возможных переговорах. Украина и Россия, которые могут закончить эту войну. И вернуть мир всем нам. И в них часто упоминают вашу столицу. Минск. Как площадку для этих переговоров. Площадку, которую выбирали не мы. И на самом деле не вы. А выбирало руководство России. И снова сейчас предложение встретиться у вас. Четыре дня назад. Именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты. Самолеты. Вертолеты. Техника. Били по нашим домам. Били по нашим жизням. Пошла тяжелая техника. И это страшное дежавю. Вы знаете. Киев атаковали в четыре утра. В четыре утра. У кого-то такое чувство юмора. Как в 1941 году. А вы спали. Братья Беларусь. А мы проснулись. Но вы и сейчас спите. А мы с этого момента уже не ложимся. Потому что мы боремся. Боремся за свою страну. Боремся за свою свободу. Потому что имеем полное на это право. Если бы с вашей территории не было агрессивных действий. Мы могли бы говорить в Минске. В вашем городе. Когда вы были нейтральными. Мы говорили в Минске. Мы много раз встречались. Так просто правильно. Так правдиво. Именно так. По-соседски. Разговаривать нам. Сейчас же. Вы еще не сделали. Свой главный выбор. И он впереди. И он должен зависеть только от вас. Не от России. Не от Украины. Не от Америки. А от народа Беларуси. Именно поэтому. Сейчас мы говорим. Не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же. Мы хотим мира. Мы хотим встречаться. Мы хотим. Окончание войны. Варшава. Братислава. Будапешт. Стамбул. Баку. Это все мы предложили. Российской стороне. Да и любой другой город. Нам подходит. В стране. С территории которой не летят ракеты. Только так. Переговоры могут быть честными. И могут действительно закончить войну. Искренне желаю Беларуси вновь стать той самой доброй, безопасной Беларусью, которую все видели еще не так давно. Сделайте правильный выбор. Я уверен, это главный выбор вашего великого народа. Эта ночь была тяжкая. Что они делают? Это помста. Народ поднялся на защиту своей страны. И они открыли правильные обличия. Это террор. Они собираются еще больше бомбить наши украинские города. Они собираются еще подступнее убивать наших детей. Это зло, которое пришло на нашу землю и которое нужно уничтожить. Они брехали, что не будут чипать цивильное население. Но с первых годин вторгления российские войска бьют по цивильной инфраструктуре. Они свободно брали тактику на уражение людей и всего того, что делает жизнь просто нормальным. Электростанции, лекарни, дитяческие дочки, жилые домики – все под ударами щоденного. То, что оккупанты делают в Харкове, Охтирске, Киеве, Одессе и других местах и селищах, тягне на Международный трибунал. Все их злочины мы четко фиксируем. И этих злочиней было бы больше, как бы не наши мужские защитники. Украинские силы, все молодцы, отбивают атаку, ломают планы ворога, близко что выполняют свою работу. Так, это действительно работа. Жорсткая работа, фундаментальная, а главное – справедливая работа. Работа, яка заслуговує найвищої оцінки, найвищої вдячности. Ухвалено решение про значное подвищение нашим захисникам. Можу сказать вам відверто, это будет дорого, но нет ничего дорого, чем жизнь и борьба за свободу нас, за свободу наших наступных поколений. И есть те, кто нам поможет. Это уже реально. Мы получаем оружие, леки, продукты, дизель, гроши, бензин. Сформована мощная международная коалиция на поддержку Украины. Антивоинная коалиция. Ось, будь ласка, свежие сведения дипломатического фронта. Были очень предметные разговоры с премьером-министром Нидерландии, президентом Грузии, премьером Чехии и Словачии, премьером-министром Великобритании Джонсоном. Кожна разговора додала конкретики до обороноздатности нашей страны и мощности наших военностей. Немеччина оголосила про постачание тысячи протитанковых гранатометов и 500 стингеров с дополнительными боекомплектами. Бельгия даёт 5 тысяч кулеметов и 5 миллионов набоев, а ещё почти 4 тысячи тонн палива. Завдяки активной дипломатии домоглися от всех европейских стран решения о отключении России от свифта. Дякуем президенту Польши Анджею Дуде за личное лидерство в вопросе принятия членства Украины в Евросоюзе. Дуже потрібна є і щоденна допомога Польши нашій країні. Маємо назвати речі своїми именами. Злочинні дії Росії проти України мають ознаку геноциду. Про це я говорив із генсеком ООН. Росія на шляху зла. Світ має прийти до позбавлення Росії права голосу в Радбезі ООН. Украинці, ми чітко знаємо, що захищаємо. Ми точно переможемо. Слава кожному нашому солдату. Слава Україні!